давайте посмотрим кстати к чему приводит такое искаженное образование фашистов а чё в школе не рассказывали пасмонавт гагарина как его звали а великая отечественная война когда она началась 22 июня 1941 года а полководцы великой отечественной войны кого-то знаете ваш день победы жуков слышали такую фамилию георгий георгий константинович жуков рокоссовский то есть вообще не то есть они вот как раз вот великая отечественная вот видишь великое отечество скажи кто такой степан бендера для тебя батька батька ваш вот ты сейчас говоришь батька ваша ты знаешь что это батька хатынь беларуси деревьев живьем детей знаете об этом что будем делать вот как раз с образованием с этим следить с детьми которые сейчас освобожденных территорий которые вынуждены были учиться по этим учебникам да все таки теперь ты их как-то придется переучивать и показывать какой мир на самом деле образовательную систему ждет здесь кардинальная перестройка нужны качественные учебники ориентированные на объективность и с большая работа которая предстоит все ближайшие годы но давайте вернемся к нашему фейку и чтобы до конца его развенчать к нам на связь сейчас выходит наталья петровна танчина профессор кафедры всеобщей истории специалист по истории франции здравствуйте здравствуйте очень приятно вас видеть наверняка вы с этим фейком столкнулись да что все таки французы произошли от украинцев как вы это прокомментируете наверное начать можно с того что это не научный спор а это грубейшая фальсификация истории которая ни на что не опирается кроме как на желание себя возвеличить и это как вы уже как раз говорили не просто не знание истории а не желание ее знать и ее злонамеренное искажение потому что когда великой истории нет конечно есть соблазн ее выдумать и поэтому предки французов это конечно не украинцы это галлы или кельты есть точка зрения что греки которые встретились этими племенами европе они их стали называть галатами почему галаты потому что такая молочно-бледная кожа ну или они употребляли как раз в пищу молоко отсюда их еще называли галата фагами истребителями молока и как раз французы они же первыми начали использовать сливочное масло вместо масла оливкового вот где эти племена проживали была такая точка зрения что они пришли в центральную европу из средиземноморского региона из причерноморья точнее вот отсюда но большинство современных ученых разделяют точку зрения что это автохтонные племена которые проживали на территории центральной европы примерно между средним рейном и средним дунаем а самая восточная точка где бывали вот эти кельты это как раз вот верхний дунай то есть это очень очень далеко от галиции и когда начинается эпоха переселения народов вот примерно во втором тысячелетии до нашей эры вот эти вот племена из центральной европы они начинают двигаться на запад и собственно там они оказались и вот оказались на территории современной франции италии испании южной германии швейцарии бельгии а потом по каким-то причинам вот это вот движение начинается уже на восток кельты двигались на восток то что они дошли до галиции более позднее название ну точнее декарпат да галиция позднее название галичина вот это дало основание вот той версии что галиция происходит от слова галаты или галлы то есть соответственно галлы основали галицию украинцы это галлы то есть французы но подчеркну это опять-таки простая версия которую невозможно доказать она недоказуема причем мы говорим о том что вот эта вот версия присутствует на страницах украинских учебников это да причем если мы посмотрим учебник 2002 года там этого еще нет если все-таки французы произошли не от украинцев да ну как мы знаем мне интересно от кого произошли украинцы украинцы то себя они причисляют в качестве своих предков кого угодно они даже считают что они точнее были в основе всех остальных народов даже троянцы произошли от украинцев но таких же версий можно привести множество и вообще если следовать этой логике то вот кельты да греки же их встретили где на территории южной европы на территории южной франции в области которую они именовали масилия а масилия это что это будущий марсель соответственно исходя вот опять-таки из такой логики марсель кем был основан марсель был основан марсианами то есть вот такой вот игрой слов можно конечно заниматься бесконечно то есть вот как я уже сказала вот эти земли до заселенные славянами это естественно не украинцы а это славяне это окраина мало российская это галецко-волынское княжества и собственно никаких украинцев мы тут пока не встречаем будем надеяться что все-таки все встанет на свои места и мы не позволим коверкать историю вам огромное спасибо всего вам самого доброго